Доклад с итогами года от Вали Малых уже про 2021 год. Это не первые итоги года по NLP от Вали. И что ж, я не буду дальше долго тянуть. Всем добрый день, меня зовут Валентин Малых, я работаю в компании Huawei. И сегодня я вам хочу рассказать про то, что происходило в NLP в 2021 году. На самом деле кажется, что в 2021 году ничего в NLP такого особенного и не происходило. То есть никаких потрясающих основ и вещей, как появление трансформера в 2021 году не произошло. Но на самом деле кое-что все-таки вполне себе можно выделить. И вот это кое-что, это тот самый основной тренд, который я назвал multitasking. То есть многозадачность. Вот здесь на картинке изображен человек, который страдает от многозадачности. Ну или наслаждается, если верить картинке. Но смысл в том, что ранее модели от многозадачности именно что страдали. То есть раньше были модели, которые действительно можно было сделать так, что они будут выполнять несколько задач. Например, классифицировать что-то и одновременно, например, что-то классифицировать еще и другое. Например, тональность и сразу делать классификацию по типам или по жанрам или что-то такое. Но проблема в том, что эти классификации, вот эти две независимых задачи друг другу не помогали. То есть прироста от того, что у нас две разных, но хоть и похожих задачи, было практически нисколько. То есть основная проблема была в том, что мы тратим так называемую capacity, то есть какое-то количество весов на то, чтобы запомнить нужные вещи в тексте. И мы ничего не получаем взамен. То есть мы только тратим, а взамен мы практически ничего не получаем. И это была действительно достаточно популярная история, за исключением того, что в 2021 году это стало приносить какие-то плоды. Видимо, модели стали достаточно большими или они стали достаточно сложными, или они стали... Мы просто научились их лучше учить. Не знаю, что произошло, но что-то произошло такое, что теперь у нас мультитаскинг стал полезен. То есть он везде стал приносить свои плоды. Первый пример, который я хочу привести, это пример в машинном переводе. Машинный перевод на самом деле в NLP это одна из самых передовых областей. То есть это то, где все появляется в первую очередь. По крайней мере так было раньше. И здесь это тоже появилось в первую очередь. Это я имею в виду многозадачная модель. То есть ранее как мы делали? У нас была какая-то языковая пара, например, английский и немецкий. И у нас была модель, которая переводила с английского на немецкий. И здесь как бы все хорошо, за исключением того, что если у нас, допустим, есть 5 языков, то нам нужно 5 моделей. А если нам нужно переходить, соответственно, переводить с языка на язык и обратно, то нам нужно уже 10 моделей. И у нас получается такой комбинаторный взрыв. То есть если у нас есть 5 языков, на которые нужно переводить все, то есть с каждого на каждый, то нам нужно уже 25 моделей, и это только в одну сторону. В общем, достаточно много, и нам кажется, что нужно с этим что-то делать. И, в общем-то, с этим пытались что-то делать. Можно посмотреть, что уже с 2019 года пытались участвовать в соревнованиях машинного перевода в МТ. И уже тогда это было не очень плохо. То есть это было плохо, но не то чтобы плохо. А вот в этом году модель, которая переводит сразу на несколько языков, она получила преимущество. То есть этот год особенный тем, что теперь машинный перевод, он лучше, если у нас несколько разных языков. То есть в принципе и раньше мы знали, что какие-то языки могут каким-то помогать. Например, у нас есть какие-то языки low-resource, то есть те, для которых мало что есть, мало корпусов, мало всего. Например, болгарский. И если у нас есть корпус для русского, то мы можем дообучиться на маленьком болгарском корпусе и получить прирост за счет этого. То есть это было и так всем понятно, это уже работало. А вот сейчас мы взяли большие языки, языки, в которых есть много чего, и у нас все равно получился прирост. За счет того, что модель, видимо, научилась понимать, что язык, он никак не связан со смыслом. Точнее, связан, конечно, но, видимо, она научилась понимать смысл, собственно, как устроена человеческая речь, уже практически не зависит от языка. Это, конечно, на мой взгляд, достаточно большое достижение. Очень интересно, что его достигли именно в этом году. Но это, конечно же, не все. Второе, про что я вам хочу рассказать, это модели, которые появились из такой модели, как T5. Наверное, те, кто смотрит мои выпуски каждый год, то он знает, что в прошлом году появился такой тренд, я его выделил, как использование текста. Казалось бы, что такое использование текста в NLP? Мы, вроде бы, только с текстом и работаем. Это не совсем так. На самом деле, до прошлого года NLP работало в основном с текстом и разметкой. То есть у нас есть некоторый текст, и к нему прилагается какая-то разметка. Но вот вначале я проводил пример анализа тональности. То есть у нас есть текст, и сказано, что он там, не знаю, позитивный, негативный, нейтральный какой-то. T5 немножко изменила подход, и она сказала, что теперь мы на позитивный текст должны сказать фразу, что этот текст позитивный, ну или что-то похожее. То есть у нас получается, что теперь у нас на входе текст и на выходе текст. И это, на самом деле, достаточно серьезный прорыв. Тогда это не то, чтобы как-то всех потрясло, это просто некая новая парадигма, про нее никто не думал. А вот в 2021 году многие уже осознали, что из этого можно сделать что-то интересное. И оказалось, что если мы используем вот такой подход полнотекстовый, я знаю, что этот термин используется для другого, но вот здесь я его хочу употребить так. Значит, если мы используем полнотекстовый подход, то у нас получается, что мы можем спрашивать модель практически о чем угодно. То есть вот если мы посмотрим на модель XT5, на самом деле, вот та, что на картинке, она обучается на корпусе, состоящем из 107 типов различных заданий. 107 типов. То есть это супер-морти-таск. Это очень много различных задач, но они все сформулированы как входящий текст и выходящий тоже текст. То есть это для модели, это все еще один текст. То есть мы не учим разные головы, мы учим одну и ту же большую модель для того, чтобы она просто выдавала текст в ответ на какой-то текст. И вот это позволило обучить модель выполнять 107 разных задач. На самом деле, конечно же, это не только XT5, это еще и T0, T0++, Macav. Наверняка есть другие модели, о которых я не упомянул. Есть множество моделей, которые уже стали T5 наследовать. То есть многие используют T5, несмотря на то, что, казалось бы, она неудобна тем, что она порождает текст на зву. Уже можно с этим работать. Это на самом деле тоже достаточно интересно. И это порождает еще следующую историю. Дело в том, что T5, которая работает с полным текстом, то есть с текстом на входе и текстом на выходе, оказалось, что в принципе нам не обязательно ее даже учить тому, что это за задача. То есть она из самого смысла языка может понять, что это за задача. Если помните, то когда появилась J5, J5, кажется, 2, то есть 2 года назад, может быть, тогда я говорил, что J5, несмотря на то, что ее не учили тому, чтобы, например, делать суммаризацию или делать машинный перевод, она, тем не менее, это умеет. То есть она, будучи обученной просто на большом корпусе текста, она смогла понять, как сделать какую-то задачу. То есть у нее эффективно все ZeroShot у J5. Здесь это для немножко других моделей, конечно, но сравнение идет с J5 как раз. И получается, что в ZeroShot у нас все равно получается лучше. То есть у нас получается хорошо. Тут, кстати, не только ZeroShot, но еще и Fishot. Fishot – это когда у нас есть 2-3 примера. И вот у нас получается, что мы можем сделать некоторую модель, вот как X-T5, которая обученная на большом корпусе текстов и очень разнообразных задачах, на новые задачи покажет себя сразу неплохо. То есть можно понять, что мы, обучая какие-то современные модели, можем уже переключаться на ZeroShot. То есть мы можем взять уже существующую модель, просто спросить ее и сделать то, что нам нужно. И, может быть, она сделает это прямо из коробки. И, скорее всего, даже неплохо. То есть можно посмотреть, что в ZeroShot у нас получается качество где-то 68% современной модели. И это на самом деле довольно много. То есть это без обучения мы просто взяли и уже получаем хорошие результаты. Кажется, что, во-первых, это стало проще для прототипирования. Во-вторых, мы можем не опасаться того, что модель не сможет быть адаптирована. То есть если раньше мы должны были тратить очень много ресурсов на адаптацию моделей к новым данным даже, то сейчас эта проблема пусть и остается, но она становится все менее остро. То есть мы сейчас делаем модели, которые гораздо лучше адаптируются. Это, конечно же, не все. И что хочется сказать еще здесь, это то, что у нас есть новый тренд, который, тем не менее, относится к мультитаскингу, но он получил свое отдельное название. Это название звучит как foundational models. Что это такое? Вот на картинке представлен выход модели, которая в начале этого года появилась. Она называется далее. Это модель, которая объединила в себе картинки и тексты. То есть она умеет одновременно работать и с картинками, и с текстами. Она умеет и понимать картинку, выдавать текст, и умеет понимать текст, выдавать картинку. То есть она умеет работать с разными, так называемыми, модальностями. Разные модальности – это означает, что у нас есть принципиально разные по природе данные, с которыми мы можем одной моделью работать. То есть у нас получается совершенно новая история, нечто похожее, конечно же, пока еще отдаленно, но тренд очевиден, пока еще отдаленно похожее на человеческий мозг. То есть мы, как люди, умеем взаимодействовать. Вот у нас пять чувств, а здесь у модельки два входа. Они, конечно же, не совсем такие, как у нас, и непонятно, можем ли мы использовать такие, как у нас, но тем не менее. Важно, что здесь текст и картинки – это принципиально разные вещи, и их умудрились подружить в рамках одной модели. То есть модель умеет понимать и картинки, и тексты примерно как человек. Не как человек, но это уже есть некоторое сходство. И вот такое вот сходство – это как раз назвали foundational models. И, конечно же, такая модель не одна. Это просто та, которая была, так сказать, первой, у которой что-то получилось интересно. Кстати, к вопросу об интересном. Коллеги из Бирбанка сделали root DALI, и его сейчас можно в онлайне потрогать. Можете найти и потрогать. Достаточно смешные вещи можно получить. Так что получается, что DALI – это модель, которая проложила дорогу всем этим foundational models, которые пытаются объединить разные модальности. И раньше пытались, просто это работало не очень понятно. А сейчас это работает хорошо, достаточно хорошо. И сейчас это уже можно использовать. То есть можно уже генерировать картинки по запросу, и это может быть даже кому-то полезно. Может быть, кто-то слышал, что у студии Артемия Лебедева есть Николай Иронов, нейронная сеть, которая генерирует картинку по запросу. Вот это то самое, что делает DALI только вот в случае команды Артемия Лебедева. По-моему, очень крутое применение и достаточно очевидное. То есть мы просто генерируем логотип по запросу на русском языке. Это совершенно прекрасно. Что хочется рассказать. На самом деле, конечно, все это не приходит бесплатно. И foundational models, и T5 – это большие модели. Вот эта картинка, которую я вам показываю, она на самом деле достаточно сильно устарела. Я думаю, что ее все видели уже за те два года, что она была. Она показывает достаточно простой и понятный экспоненциальный тренд. Я не поленился и нарисовал картинку на сегодняшний день. Я туда не все точки поставил, но основные поставил. И получается, что эта картинка, она в принципе является продолжением той же картинки. Только так как эстенциальный тренд рисовать неудобно, все начинает очень сильно мельчить в низкой части, я сделал логарифмирование, и у меня получился линейный тренд. То есть по протекали у нас логарифмическая шкала. И получается, что у нас есть модели, которые четко укладываются в логарифмический линейный. И у нас получается, что текущие модели, они становятся все больше и больше. И пока не очень понятно, когда это прекратится. То есть сейчас мы наблюдаем, что модели удваиваются примерно каждый год. Объем моделей становится просто чудовищно большим. Вот самая текущая, на текущий момент большая модель, точнее одна из самых больших, по-моему, сейчас уже чуть побольше, она называется SwitchC. Это про Switch Transformers. Я про это расскажу чуть позже. Но получается, что у нас модели уже просто перестали помещаться на одну карту. Они настолько большие, что их уже невозможно уместить на одну карту. Даже на сервере из восьми карт мы часто не можем уместить самые большие модели. И это, вообще говоря, очень и очень нехорошо. Потому что это значит, что такие большие модели могут использовать только какие-то большие корпорации, у которых есть очень много денег. И это, безусловно, проблема. Как с этим быть и что с этим делать, не очень понятно. Но мы попробуем с этим как-то жить. Одна из вещей, которую можно сделать, точнее ее уже просто необходимо делать, по-другому не получается, это вещь, которая называется Mixture of Experts. На самом деле картинка здесь не очень показательна. Я пытаюсь объяснить скорее на пальце, что здесь происходит. Наши модели, все современные модели, особенно Fundational Models, это модели, которые состоят из, по факту, трех типов кусочков. Один кусочек это энкодер, второй кусочек это декодер, а третий кусочек это так называемый раутинг. Это еще по-другому называют, но мне понятнее так. То есть некоторая штука, которая умеет направлять входы и выходы. Что это значит? Это значит, что у нас есть энкодер, который называется экспертом. Это эксперт по чтению, к примеру. То есть он берет на вход текст, и на выходе у нас получается некоторое векторное представление текста. Второй эксперт у нас может быть экспертом по картинкам. То есть он умеет понимать картинку, он берет на вход картинку, и на выходе получается векторное представление картинки. И вот эти векторные представления текста и картинки, они лежат в одном векторном пространстве. И они между собой как бы осмыслены. То есть если у нас написано, что, не знаю, девочка на красном велосипеде, то картинка, на которой изображена девочка на красном велосипеде, должна давать примерно похожий вектор. это достаточно интересно и необычно то есть с этим это стараются сделать пока еще не сказать что супер успешно тем не менее мы стараемся это сделать и у нас получается дикой и декодеры то же самое что есть декодер который эксперт по текстам и он может просто сделать например текст то есть была изображена девочка на красном велосипеде и он порождает этот текст и чтобы модель понимала чего от нее хотят то вот нам нужен как раз вот этот рауз который понимает ага вот этот текст и на выходе нам тоже нужен текст и тогда мы используем тот энкодер этот декодер а если нам нужна на выходе картинка то мы будем использовать тот энкодер но другой декор то есть у нас модель уже теперь состоит из отдельных кусков которые одновременно вместе не работают более того они одновременно вместе могут даже не учиться и получается что наши модели такой конструктор мы туда можем добавлять новые энкодеры и декодеры и нам только нужно переобучать небольшой кусочек который называется рауз и вот это почему все идет это на самом деле очень важный тренд потому что он позволяет запускать маленькие кусочки моделей на в общем-то приемлемом железе хотя конечно же все равно это очень большие модели с этим нужно что-то делать что с этим делать достаточно очевидно это модели про уменьшение то есть мы берем и уменьшаем наши модели наши модели мы уменьшаем каким образом мы их уменьшаем за счет того что пытаемся их как-то ужать вот эту картинку с котиком вы наверное уже видели если видели мой прошлогодние выступления но я хочу чтобы оценили иронию и теперь в наше время маленькими моделями называются модели размером семь с половиной миллиард то есть если вспомнить картинку на несколько слайдов назад то там первые модели самые большие модели на тот момент они были меньше ста миллионов а теперь несколько миллиардов параметров это уже маленький это просто для понимания того как сейчас все устроено на самом деле я бы хотел обратить внимание вот на что сейчас маленькие модели просто так на самом деле уже не могут конкурировать с большими то есть даже дистилляция уже не позволяет получить достаточно достаточно информации и сохранить ее в маленькой модели и для того чтобы собственно конкурировать маленькие модели нашли себе нишу и на мой взгляд это ниша очень интересная это модели основанные на ретриболе то есть модели основанные на информационном поиске вот на картинке изображена модель которая называется ретро но следующая тела 5 она не особенно отличается в этом смысле она тоже использовать некоторую базу документов по которой происходит ретри вал и на основании на ретрибленных документов мы формулируем ответ то есть то что большие вот эти вот гигантские модели размеров в триллионы параметров они сохраняют прямо в весах то есть не всю базу просто сохраняет весах мы можем сохранять в моделях размер миллиарды параметров понимание того как обработать текст для того чтобы получить ответ то есть мы понимаем вопрос понимаем документы в базе данных и можем сформулировать из них какой-то ответ вот так вот работают современные модели маленькие то есть это теперь не дистилляция по крайней мере в основном не дистилляция а это использование какой существующей базы знаний и вот это уже выглядит вполне вменяем то есть мы как сообщество умеем работать с базами знаний как сообщество умеем работать с какими-то группами документов и эти группы документов мы можем использовать для того чтобы маленькой моделью искать ответы опять же повторюсь что маленький это не тот самый маленький что был два года назад последнее о чем бы я хотел сказать это то что произошло в бенч маркетинге для русского языка потому что как не сложно догадаться мне близок в прошлом году мы представили russian superglue в этом году с той же команды мы представили апдейт для russian superglue давайте сначала напомним что такое blue blue это девять принципиально разных задач которые кажется покрывают основные задачи типы задач которые бывают то есть это машины виден компрехеншен это sentiment analysis это какая-то другая классификация то есть есть множество не так много всего 9 но тем не менее основных типов задач которые более или менее покрывают области нолби и все принципе согласились что да так можно оценивать модели и появилось достаточно много разных глю разных вот таких вот бенчмарков для разных языков для русского как я рассказал мы сделали в прошлом году для английского появился раньше есть для польского корейского есть по-моему для немецкого для французского то есть множество вот таких вот для разных языков в том числе и наш что же в нашем в нашем мы несколько улучшили расширили датасеты часть датасетов была к сожалению засвечена то есть тестовая выборка была засвечена мы ее заменили на новую выборку и за счет этого у нас немножко поменялись результаты но прогресс был настолько хорош что у нас на самом деле получается что если в прошлом году среднее качество было где-то 055 вот этот среднего то сейчас лучшая модель уже как не несложно догадаться уже 078 то есть мы на 20 процентов лучше среднее качество мы имеем только комьюнити что интересно всего сейчас уже около полутора тысяч отправок и многие проверяют свои модели но также что приятно во первых ответить то что наш лидер борт действительно пользоваться популярностью и другие компании тоже стали пользоваться помимо пола и сбербанка которые изначально вы представили вот есть яндекс но на втором месте после человека у нас это просто группа школьников то есть это группа школьников которые взяли лучшие трансформеры лучшие модельки и вот настакали и получили хороший результат понятно что на практике неприменимо но тем не менее это очень здорово что порог входа оказался достаточно низким и мы надеемся что так будет продолжаться и мы сможем использовать различные подходы именно для этого что сказать я хочу сказать также что человек все еще лучше на по крайней мере на русском языке это на самом деле может быть ненадолго но это все еще так мы посмотрим на следующую историю эта история называется марокко марокко это модуль ресурс компания фреймворк то есть это некоторый фреймворк который мы сделали для сравнения моделей по потребляемым ресурсом конкретно по джипе памяти по времени и по их качеству и можно даже называть вот такую вот красивую картинку где у нас видно что модель по скорости исполнения и по качеству для русского языка лучше всего руберт соответственно может быть по каким-то другим параметрам будет другие модели лучше да то есть мог быть какие-то меньшие модели дистиллированные или что-то еще то есть хотелось сделать какой-то более-менее универсальный инструмент который может сравнить и большие и маленькие модели между собой потому что маленькие очевидно будут иметь меньше качества но может быть есть какой-то интегральный показатель вот мы его придумали и этот интегральный показатель тоже реализован для russian superglue он тоже есть на сайте russian superglue.com можно отправиться до отправки из смотреть насколько у вас что-то эффективное соответственно здесь вот так что нужно сказать это было выполнено вместе с замечательной сашей сашим кукушкиным который сделал не менее замечательно наташу это группа библиотек для русского языка и вот теперь еще марокко марокко опять же призываю всех пользоваться сравнивать ресурсы и не греть лишнего атмосферу это прекрасно я думаю что это то к чему стоит стремиться всем особенно в свете последних трендов так что наверное всем спасибо я буду рад ответить на ваши вопросы мои контакты на слайде всем пока спасибо валя собственно в году произошло достаточно много всего классного и интересного в том числе и открытый курс от вали но давайте двигаться немножко дальше 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 по программе у нас должны были быть впервые итоги про квантовое машинное обучение в этом году у нас на одесс запустился от квантового одесс открытый курс по квантовому машин лернигу который кстати пока что все еще идет ну а сейчас собственно с самими итогами года про квантовые вычисления и квантовый машин лернинг врубаем сергея ширкина джух я вас приветствую сегодня я расскажу об итогах 2021 года в сфере квантовых вычислений расскажу не только о квантовом машинном обучении также о квантовой химии о квантовых компьютерах о том что в этой сфере удалось добиться ну во первых самая такая громкая новость это то что ibm создали новый квантовый процессор под названием орел игл который в котором находится 127 кубитов но вообще если брать такое большое количество кубитов то уже понятно что на классическом компьютере их не удастся симулировать то есть здесь уже идет такой вот количественный отрыв квантовых компьютеров от классических это очень большое достижение но вообще ibm они составили дорожную карту на несколько лет вперед и они в принципе успевают вот эти заявленные возможности которые они создадут они успевают их создавать то есть ну во первых вот они сделали в двадцать первом году планировали сделать 127 кубитов они сделали в двадцать втором они планируют уже сделать новый процессор это оу спрей в котором будет 433 кубита и в двадцать третьем году это будет процессор кондор в котором будет 1121 кубит как устроен процессор который у них сейчас игл то есть который сейчас они сделали который 127 кубитов значит это такая компоновка она гексагональная в ней кубиты соединены в виде таких вот наборов шестиугольников с общими сторонами но при этом у них не такое достаточно небольшое количество соседей то есть каждый кубит соседствует с двумя-тремя максимум с четырьмя кубитами но в каком-то плане это может быть и не очень хорошо то что не использовано как бы максимально возможное количество соединений но с другой стороны компания бем они говорят что с помощью этого им удалось добиться то что от того что кубиты не влияют друг на друга и не создают квантовую шумы то есть не увеличивают ошибку но в то время например как если брать другие разработки например компьютеры основанные на других технологиях например на ионных ловушках как у компании а nq там наоборот они стараются добиться большей связности но там конечно и архитектура другая вот но айбием также говорят что их ошибка она снизилась до одной тысячной и это в принципе достаточно хорошо то есть это уже хороший показатель для того чтобы делать какие-то вычисления ну и вообще если говорить про дорожную карту и бим то если в двадцать третьем году они хотят сделать тысячу с лишним кубитов то уже дальше они планируют дойти до миллиона кубитов и больше так что этот достаточно такая длительная программа ну и понятно что когда растет количество кубитов когда выходят вот такие компьютеры то сразу активизируются конкуренты то есть и другие компании например google они тоже стараются вот как-то вот достигнуть такого же количества ну и соответственно увеличиваются инвестиции в исследовании и это очень хорошо ему для для квантовых вычислений и что касается квантовой химии здесь мы вкратце посмотрим на работу исследователей из университета города осака они использовали квантовое состояние и байосовский вывод для создания квантового алгоритма который на легко выполняется на квантовых компьютерах и достаточно точно и быстро вычисляет разность энергии между электронным основным и возбужденным спинном состояниями в молекулярных системах причем такой алгоритм делает это за полиномиальное время такое вычисление разности энергии между основным и возбужденным спинном состоянием молекул помогает понять как такую молекулу можно эффективно использовать химических биомедицинских промышленных приложениях и здесь такое преимущество при исследовании молекул она в основном будет полезным для молекул с открытой оболочкой потому что они менее стабильны и их основное электронное поведение она является достаточно сложным и его сложнее изучать такие молекулы имеют неспаренные электроны в основном состоянии и это приводит к тому что их энергия меняется из-за внутренней природы электронных спинов и из-за этого сложнее производить измерения особенно когда молекул большие сложные и хотя таких молекул очень много в природе но алгоритмов которые эффективно разбирают такие молекулы изучают с помощью которых можно изучать свойства таких молекул их достаточно мало и у них обычно большая сложность обычно требуется экспоненциальное время для того чтобы исследовать одну молекулу и естественно что если применять обычный классический компьютер то такие расчеты могут занять тысячи а может быть даже и миллионы лет и с помощью квантовых компьютеров изучать свойства молекул можно за полиномиальное время нового алгоритма под названием bxb есть преимущество по сравнению с обычными вычислениями значений j вот они представлены здесь в таблице по сравнению с алгоритмом qpe то есть quantum phase estimation потому что новый алгоритм напрямую вычисляет энергетическую разность спинового состояния и при этом не нужно проверять общую энергию отдельных спиновых состояний и сейчас мы посмотрим что нового появилось в машинном обучении но вообще это сейчас такая бурно развивающаяся области и конечно все произошедшие изменения как-то сложно охватить но вот тут один из таких примеров изменений это усовершенствование уменьшения квантовых ошибок для алгоритмов вики и это вариационные квантовые алгоритмы в данной работе исследователи исправляют ошибки с помощью промежуточного пост отбора и в статье они представили схемы пост отбора для различных кодировок для различных допустимых подпространств квантовых состояний которые можно использовать с вариационными квантовыми алгоритмами для решения каких-либо задач комбинаторной оптимизации или для задач квантовой химии и здесь же в этой работе они собрали такую схему пост селекции от лан-хот кодирования к двоичному кодированию с помощью сжатия для решения задач комбинатора и при этом они использовали квантовый переменный оператор ansatz и в результате эксперимента они показали что для амплитудных затухающих диполяризующих и битовых шумов такой пост отбор который производится в середине цепи оказывает положительное влияние на результат по сравнению с окончательным пост отбором и то что важно такие схемы измерения они эффективны в кубитах и не требует какой-то классического какого-то классического вмешательства и еще что касается машинного обучения появился появилась такая большая статья в которой подробно описан датасет это qdataset это датасеты для машинного обучения всего таких датасетов 52 ну помимо статьи также можно ознакомиться с проектом на гитхабе там же есть и ссылки на все вот эти датасеты значит это такой крупномасштабный набор данных по однокубитным и двухкубитным системам которые можно использовать для облегчения обучения и разработки алгоритмов квантово-машинного обучения в этом наборе есть данные о моделировании одно и двухкубитных систем которые развиваются при наличии или отсутствии шума эти данные можно использовать для решения прикладных задач для квантовых вычислений например для квантовой спектроскопии томографии а то есть для изучения именно квантовых состояний кубитов также в репозитории в гитхабе в репозитории проекта можно посмотреть демонстрацию этого набора в различных контекстах оптимизации далее поговорим об исправлении квантовых ошибок это тоже такая важная часть квантовых вычислений потому что если делать все вычисления только на физических кубитах то есть но в качестве когда в качестве логического кубита выступает один физический кубит то возможны частые ошибки и поэтому здесь придумано множество кодов которые делают из нескольких физических кубитов один логический если в каком-то физическом кубите возникла ошибка то она находится и справляется и вот есть такие так называемые поверхностные коды и для них требуется большее число кубитов чем нужно для вычислений например используется три кубита для того чтобы создать один логический кубит и если например один из этих кубитов показывает показывает какую-то ошибку то остальные два они если они верные то они соответственно соответственно вот эту ошибку они исправляют ну а вероятность того что сразу в двух кубитах будет ошибка она уже значительно меньше ну и в трех понятно что совсем ничтожная ошибка но конечно при условии что вероятность ошибки меньше какого-то определенного порога и для того чтобы представить вот такой вот поверхностный код используется двумерная решетка и на ребрах этой решетки расположены кубиты часть из них участвует в вычислениях а другая часть участвует в исправлении ошибок для для их выявления для исправления ну и для того чтобы дополнительные кубиты измерить используют различные базисы в новом коде он называется xzzx поверхностный код требуется меньше физических кубитов для коррекции ошибок и в некоторых случаях этот код превосходит теоретическую оценку вот здесь мы на графике видим что сравниваются два таких кода слева это новый код это xzzx surface код поверхностный код и справа какой-то старый поверхностный код здесь мы видим что при определенных случаях вот например когда вклад в общую ошибку вносит какой-то из одних операторов то есть преобладает шум от одного из операторов x y или z то в данном случае новый код может хорошо вот этот шум подавлять то есть исправлять такие вот ошибки и именно для таких случаев когда преобладает какой-то один из операторов например для для оператора x такое для оператор x или для оператора z такой код имеет в пять раз более высокий порог ошибки вот это вот открытие вообще-то сделал второкурсник из сильные и вот это вот нам именно показать то что не нужно иметь какой-то многолетний опыт для того чтобы что-то совершенно новое открыть вот даже вот в таких базовых вещах как исправление ошибок то есть казалось бы они уже давно изучены даже в таких вещах можно находить что-то новое что ж спасибо ребятам которые рассказали нам про то что нас всех рано или поздно ждет в продолжении мэля ну а сейчас мы продолжаем двигаться по нашей программе и дальше у нас собственно итоги года уже второй год подряд про графовое машинное обучение и knowledge graph у нас в этом году опять же запустился открытый курс от замечательный супер прям боевитой команды собственно knowledge graph курса и сейчас свои итоги по графу мэлю расскажет миша галкин один из авторов курса а также его соратники по команде антон цисулин и анвар курмуков привет вы смотрите события люди явления определивший образ жизни графа мэл 2021 году то без чего графа мэл ресерчеров невозможно представить еще труднее понять очередной год и очередной дагест который мы сделали вместе с антоном и анваром и сегодня мы поговорим про ход ресерч самый ход про дата с этой про курсы новые книжки новые стартапы все последнее из индустрии и немного про open-source с места в карьер одна из самых горячих топиков сама гречих тем графовый трансформеров и позициональные фичи зачем их снова придумали ведь стандартные гейненки разводы по разреженным графам и сообщения передаются по уребрам заметили что на больших графах есть проблемы с long range connections то есть например с нодами которые удалены друг от друга на большое количество хопов и между ними сообщения практически не передается не теряет по пути если мы соединим граф все ноды со всеми то будет такая проблема пропадать сама забой но у нас появляется проблема тем что ноды очень плохо идентифицируются и поэтому нам нужно придать им какую-нибудь уникальную позициональную фичу и в идеале нужно это сделать на справоразреженном графе сперва посчитать а потом добавить все вот эти дополнительные дополнительные образы здесь они на картинке изображены для одной только ноды и мы пунктируем у нас есть ноды на 100 ребра настоящие и ребра которые мы добавили потом при процессе и мы считаем позициональные фичи для ребер и иногда для узлов и было две модели в этом году которые получили высокое распространение уже набрали по 10-20 цитат а тех опубликовали только на не все пару недель назад хотя на архиве дольше первое творит про использование спектральной декомпозиции про собственные значения собственные вектора и автор показывает что если мы будем использовать даже на обычных графах собственные значения то он графы которые другие подходы могут посчитать изоморженными по их спектру мы поймем что они не изоморженными и тогда предлагается архитектура как мы можем пулить сперва посчитать взять топки собственно значение собственных векторов запулить законконкатенировать с исходной печой и про это дело в трансформе это называется spectral attention вторая популярная архитектура краформер которая победила нескольких контекстах и челленджах про готовим еще тоже поговорим имеет примерно такую же идею но в код печа вместо спектральных печей мы добавляем некоторой центральной эти типа бейдж рамка или степень и степень вершины добавляем туда дополнительный спейшн кодинг в виде кратчайших путей которые нужно посчитать для всех нот то есть это как минимум публическая сложность потому что запускается флойд воршелл что никакой на молекулярных графах это сота потому что молекулярные графа маленькие не больше там станут на больших графах разница не скалируется но зато эффективно работает а вот молекулярных задач такая же идея примерно такая же использовалась и в его формере в альфа фолд правде фолд уже было много анализов и разборов что и что такое там используется просто скажем что там тоже использовался графа трансформер со своими представленными вещами своими трюками и эквивариантностью и про эквивариантность мы поговорим собственно и да это вторая большая тема ресерча эквивариантные gns и нормалайзинг соус что это такое чем отличается обычный гнн от эквивариантных эквивариантность мы обычно творим эквариантность относительно к некоторой группе трансформаций то есть это может быть вращение может быть отражение или просто перемещение транслейшн и они образуют геометрические эти группы приобретаем работают некоторые группы там special orthogonal special определен и они обозначаются вот такими волшебными буквами под цифрой к циферке подразумевается размерность пространство то есть например special median 3 означает 3d пространство то есть вращение и отражение в 3d пространстве и основное отличие эквивариантных в том что как правило используют некоторые физические координаты некоторые позициональные некоторые позиции позициональные фичи но именно в физическом понимании координаты углы или что-нибудь такое то есть если в обычный message passing джейнн архитектуры у нас есть стандартный там фичи нот и фичи ребра которые мы затем агрегируем то в эквивариантных джейннках делаем дополнительный компонент завязанный на например здесь в данном случае станции и эти затем физические позиции мы тоже обновляем и таким образом достигается эквивариантность в зависимости от и в зависимости от способа ирригации этих позиций мы получаем эквивариантность какой-нибудь группе и одна из самых популярных работ это эквариантность в и n в эквилидиан групп в n-размерный эквилидин групп и авторы протестировали это на большом спектре задач на молекулярной динамике как графовый автоэнкодер и квантовой химии и вот интересная картинка что значит эквариантность если мы можем мы можем сперва применить трансформацию потом применить функцию а можем применить функцию потом трансформацию получим один и тот же результат затем тоже коллекция авторов принял принял этот же подход но задача генерации молекул и здесь уже решается генеративная задача как мы из некоторого распределения мы можем загенерить молекулу с заданными свойствами и там вся весь сок джейна на последнем джейна на ресурсе даже с интегрированием оде дифференциальных уравнений все все как мы любим следующее усовершенствование эквариантных моделей джемнет один из одна из сот на последних челленджах здесь автор говорит что давайте не будем использовать собственные координаты давайте будем использовать углы и мы можем получить из стандартных пакетов типа ардикит либо для молекул и замоделировать разные угловые свойства которые моделируют тоже тоже будут сохранять некоторые эквариантные свойства и наконец самый последний свежий сабмишин от авторов и н г н н они предлагают стирабл репрезентации и что это такое и уже довольно высокая арканная геометрия топология мы говорим что некоторые вектор each вектор фичей стирабл если группа трансформации с параметрами параметр описывается матрицами виггнера что это такое матриц виггнера это и редуцибл репрезентейшн неприводимое представление какой-нибудь группы в данном случае например 103 то есть можем этим эти матрицы обладают некоторыми интересными свойствами образуют ордогональный базис и здесь на этом примере видно что что скрывается за этой арканной магии что если мы возьмем векторы в одевать сложную 3d молекулу то если мы захотим ее покрутить мы можем замоделировать это это вращение через эти матрицы и же эти матрицы v которые применяются к фичам еще одна горячая тема г н н к и комбинаторная оптимизация было доказано в этом году все это довольно так уже давно предполагали что она есть но наконец серьезный пруф том что г н н к и практически эквивалентны алгоритмы динамического программирования если мы возьмем какой-нибудь классический дауман-форд и какую-нибудь другую задачу то как правило их и пи-пи-стап шаг обновления динамического алгоритма динамического программирования эквивалентен агрегации кичей в графовых сетях и зависимости от способа и агрегатора г н н кем мы говорим что алгоритм может или не может аппроксимировать этот динамик программинг алгоритм и ребята из defined пошли дальше они предложили создать блюпринт по шаблон по нейрорезингу нейрорезингу нейрорезинг когда у нас есть некоторые абстрактные инпуты которые являются такой абстрактной версией естественных инпутов здесь на природорожной сеть у нас есть некоторые нейропроцессор алгоритм который выполняет этот самый неурал алгоритм праздник например и затем это динам процессор выдают аутпута этот аутпут транслируется в некоторые естественными например вот в дорожной сети праве имплементацию этого ворка мы еще тоже поговорим и пару слов по новичка то существами работаю довольно часто здесь можно заметить один из один большой тренд что наконец модели стали индуктивными из коробки то есть мы не разделяем модели на трансдуктивные и индуктивные они все из коробки индуктивные не могут обучаться и в трансдуктивном режиме из-за того что они не обучают ноута мэддингс они более эффективны по параметрам первая модель это генерализованная беллманфорд нейронная беллманфорд где стандартный шаг алгоритма беллманфорда заменяется генерализуется операторами которые должны образовывать полукольцо и должны быть некоторые другие математические свойства и автор показывает что как мы уже кстати увидели в предыдущих маппингах динамического программирования на gnn что этот шаг вполне хорошо параметризуется графовыми сетями и что авторы делают они параметризуют генерализованную беллманфорд гененками и получают очень очень хорошие результаты с очень большим параметра сэмбинг большой экономик параметров и пробивают соту которую за многие многие годы никто даже близко не подбирался и еще один подход от от нашей группы где мы тоже делаем наш тейк на параметр efficiency и предлагаем способ способ токенизировать композиционально ноты в графе через игр или чем пример через проилейшн контекст через типы связи и таким образом можем обучить фиксированный vocabulary ноты не все а некоторые некоторые фиксированные и получить такой аналог word piece или by pairing coding но для больших графов и мы показали что на графа больше стандартного например на графе 20 миллиона нот мы получаем получаем соту и мы делаем это в сто раз с моделью которая занимает сто раз меньше параметр прямо сейчас пару дней назад пройдет наконец побили но то что мы были в топе почти полгода это ну и это это новое сота снова занимает 350 больше места поэтому параметр efficiency мы все равно еще на первом месте и пару слов про экстра экзотические подходы которые вызывают вас приступы интереса и приятного удивления тем тем до чего доходит разум ресерчеров первая задача модель которая получила очень большое распространение вообще в мл-сообществе называется параметр prediction for unseen deep architectures опубликовано на на neurops идея в том что мы можем предсказывать параметры какой-нибудь сети здесь они работали на картиночной картиночной сети без оптимизации вместо рандомной инициализации мы можем натренировать некоторый hyper network который будет предсказывать инициализованной параметры сети и и инициализационные параметры сети интернетом резонетов или визуальных трансформеров работают намного намного лучше чем рандомная инициализация конечно похуже чем тренировка sgd стандартного резонета но то что мы за одну эпоху можем получить довольно высокое качество в разы выше чем рандомной инициализации говорит это очень-очень прикольно и в основе это лежит то что архитектуры сети резонет или визуальные трансформеры представляется как граф как computational граф этот computational граф загоняется в gnn тоже параметризуется через gnn и мы по сути делаем задачу в регрессии на нодах где каждый нода это модуль сети там например конволюция или кого-нибудь mlp или batch norm или что-нибудь такое и их и инициализационные параметры мы и предсказываем через эту hyper network еще одна свежая работа с сабмишен айклер про ричи curvatures про потоки ричи то те самые слова которые использовал перельман при доказательстве своей предоказательстве теоремы и пути за план каре здесь используется интересные твитцы давайте представим граф в виде вот такой интересной топологической формы и мы можем посчитать локальную кривизну граф то есть там где ребер мало у нас получится отрицательная низкая кривизна а там где их очень много там получится высокая кривизна и для того чтобы решить проблемы болтонайков то давайте мы вот из-за вот такой гантелеобразной формы получим более гладкую форму то есть по сути мы будем добавлять ребра туда где у нас негативная кривизна и убавлять ребра из области высокий кривизной и таким образом мы из одного графа можем получить второй и будет обладать для message passing для диффузии вообще в принципе лучшими свойствами с точки зрения bottleneck еще одна работа про генерализацию джейнанок что мы можем чаще всего они не очень хорошо генерализуется на out of distribution и здесь в этой работе показывает что используя метрик лернинг используя минимизируя расстояние между id но она и non id sample мы можем значительно улучшить качество и одна из прикладных работ которые сделаны гуглом google maps и дипмайдом собственно про предсказание estimated time of arrival сколько времени вам понадобится когда вы на google maps запрашиваете что вы хотите пройти из точки а в точку b и здесь они они моделируют дорожную сеть как как граф из супер сегментов примерно ну нарезают грубо говоря дорогу на несколько кусочков и каждый кусочек является но да и у нее тоже есть свои параметры например как долго занимает путешествие по по этому сегменту и на и больших городах их модель показывает значительное улучшение качество то есть там в торонто более на 26 процентов более точной или стены на 43 процента до россии пока не дошло но скорее всего может быть и будет наконец давайте перим продать это завезли что-нибудь новое по датас это не будем же мы крутить фандарты коры сатиры и пабнет до посинения нет в 2021 году был большой ки-двигат и специально под это создатели open-graph benchmark у деби выкатили свой large-scale challenge и три очень больших график которые не помещаются на стандартное оборудование они эти датасеты на трех тасках node-level task на линк-левел-таск и граф-левел-таск датасеты здоровенные то есть примерно node-level task граф 244 миллиона нот на линк-левел у нас вся вики дата в 90 миллионов нот и модельки для этих датасетов тоже получается немаленькие то есть например вот 100 из этих линк-левел датасетов занимает примерно 18 миллиардов параметров то есть многие трансформеры поменьше чем эти модели еще из свежих датасетов у нас был только закончился open catalyst challenge challenge про катализаторы и про моделирование физических свойств этих катализаторов ребята из анаполиса заняли второе место поэтому наше уважение снимаем перед ними шляпа отправляем и передаем им привет поздравляем молодцы ребята еще в на webconv был graph learning benchmark workshop и там тоже завезли грузовик новых датасетов особенно датасетов с высокой гетерогенностью высокой гетеро гетерофильностью и наконец на прошедшем не все было предоставлено benchmarking track и там тоже завезли несколько интересных датасетов например малмет датасет классификации малвай где каждый граф это некоторые не какая-нибудь маловарь больше миллиона графов каждый граф занимает немаленький размер примерно 15 тысяч нот и 35 тысяч тысяч ребер и таких граф у нас миллион интересный большой датасет и есть еще атом 3d с 3d структурами атомов и молекулярными задачками и рад граф про information extraction из radiology reports из отчетов радиологии которые пишут врачи что по курсам по курсам разумеется флагманом мирового членом сообщества был геометрик диплёрнинг курс и книжка про которую мы еще расскажем это курс созданный авторами авторами той самой книжки про геометрик диплёрнинг про его основы про то как этот фреймворк применяется в различных областях омела и как многие модели получаются из этого курса супер прекрасные слайды и лекции видео книжки поэтому рекомендуется на русском языке мы сделали курсы запустили наконец курс по графам где мы в том числе говорим немножко и про гнн в общем мы покрываем большую часть его и на улице графа и с точки зрения теории дейта интегрэйсона логики и потом мы говорим и рассказываем и про мл подходы и про эмбеддинги и программинки и курс в этом на этой неделе наконец подходит к своему завершению вора-ура первый запуск подходит к что вам по книжкам если вы до сих пор любите читать скингл или с или с айпэда или даже бумажные ну во первых тот самый та самая настольная книга любого геометрик диплёрнинг ресёрчера геометрик дел с 5g фреймворк 5g тот самый по многим экспертным мнением это является и презентация этой книжке является лучшей презентацией по графу в двадцать первом году которая была сделана на 21 года майклом расшлейном но имеется противопоказания если у вас непереносимость и урегу и эта лекция может вызывать привыкание может вызвать у вас только желание заняться графом л-ресёрчем будьте осторожны вас предупредили выпустили в гости выпустили большую книжку по knowledge graphs с очень длинным списком авторов бесплатная версия доступна там тоже рассказывается ну примерно то же самое содержание курса по гейджу но в формате книги и разумеется с более глубокой версии контента вышла книжка уэлла hamilton про graph representation learning где на примерно 150 страницах расписаны обзор практически всего что есть современном графом л-ли highly recommended если вам нужен краш курс о том о самых базовых понятиях gnn прежде чем прыгать в геометрик дилл что случилось в индустрии много чего во-первых сергей сергей иванов апологер и властелин граф мл как телеграм-канала организовал воркшоп граф мл в индустрии куда пригласил кубовых спикеров из больших компаний из топовых университетов где они рассказали про челленджи работы с графами в своих областях все записи доступны посмотрите если в вашей области это актуально наконец большой бум получают раз получает и стартапа раз бум молекулярных задач происходит то и стартапы по этому поводу тоже получают единороги статус единорогов за недели месяца с момента своего основания то есть все четыре стартапа которые указаны они уже единороги если вы вдруг инвестор и думаете куда вы занести чемодан денег то например но но можно взвести еще интересное применение в зрение биотеха компания с джин и мэк компании которые вы может быть помните по мониторам и корпусам и другим конфликтующим пока на самом деле это крупная японская корпорация которая занимается и всяким разным компьютер сайт с ресерчем они анонсировали успешные испытания первой фазы вакцины от некоторых форма как где использовались джиннки для работы с медицинскими данными пациентов для того чтобы их обогащать чтобы чтобы увеличивать их качество и затем для того чтобы ранжировать антигены конкретно персонально под анализы каждого пациента msr microsoft research открывает новую лабораторию в амстердаме под руководством максов эллинга где они будут заниматься молекулярными задачами квантовой химии они открыли много много вакансий если вы специалист если вам интересно то пожалуйста смотрите посмотрите да наконец случились некоторые интересные транспортные переходы если вы следите держите руку на пульсе за корифеями в области графа мл то майкл бронштейн перешел из imperial college пришел в оксфорд стефани егелка из мит technical university в мюнхен в хамилтон ушел из академии в интер 3 у нас совсем вообще у нас открыто фэнтези граф мл лига если вы любите играть фэнтези но в спорте то граф мл фэнтези тоже открыто записывать и наконец про open source появилась и обновилась много интересных библиотек во первых гугл выпустил тензерфлоу гнн расширение тензерфлоу для работы с гнн где большой удобный интересный api для создания и развертывания на больших масштабах разных нэн архитектур затем компанк команда giant tank из милы выпустила torch track либо на на пайторч для drag discovery где собраны практически все известные мл алгоритмы для генерации графа для анализа молекуляр всякие молекулярные модельки тех же самых графах трансформеров и в том числе некоторые кейджеризм алгоритм активно развивается раскалируется тоже на много дпу и вообще хорошо написано пай джи пай тоже geometric bread and butter graph ml research обновился до версии 2.0 стало все еще более удобнее и еще более проще создать гнн занимает еще меньше строк кода чем это было раньше по-прежнему один из флагман граф мл research и библиотека пакин для тренировки knowledge graph embeddings обновилась и там числе запилили и основной модель not peace про которую мы говорили раньше теперь она там есть и вы тоже можете скупожить большие графы на дартный консюмер логику ну и наслаждаться в том числе большим количеством моделей даткассета флоссов оптимизатор интеграции с 1tb и всем таким это все вы можете продолжать держать руку на пульсе за графом лоресерча в vds слаб каналах network analysis и kg курс подписываться на telegram чате и каналы где это обсуждается подписывайтесь на medium меня и сергей в ново и если что можно мне писать сайт в твиттер спасибо огромное спасибо ребятам и тоже обязательно врывайтесь в открытый курс вас там всему научат а дальше дальше по программе впервые на одс на дата елки итоги года по або тестированию с своими итогами врубаем видос аслана байром кулова всем привет сегодня в преддверии нового года хотел бы подвести итоги або тестирования то чем нас порадовал 2021 год но перед этим немножко расскажу про себя и про то почему вообще або тестирование достойно нашего внимания почему вообще об этом стоит говорить на текущий момент занимаюсь або тестированием и ресерчем в бигдата мтс являюсь руководителем группы экспериментальных направлений до этого довелось заниматься разными задачами это и классические data science мл это количественные исследования в области биржевой торговли в частности торговля опционами акциями облигациями также в сферу интересов входят исследования в области теории игр в частности это различные различные вариации покера безлимитный холдом под лимитная маха и другие хорошо почему нам вообще стоит говорить про обе и откуда истоки всего этого дела представим что у нас с вами есть какой-то продукт сервис да хоть магазин неважно и мы думаем что какое-то обновление какая-то новая фича повлечет увеличение той или иной метрики например какой-то новый алгоритм расстановки товаров на полках магазина повлечет увеличение среднего чека на два процента или новый алгоритм в рекомендательном сервисе увлечет увеличение количество времени проведенного на платформе также на 2 или на три процента неважно таким образом можно выстраивать различные гипотезы и эти гипотезы каким-то образом нужно проверять как это можно сделать самый примитивный образ это раскатить нашу фичу и посмотреть до после какая метрика стала после какая была до такой подход не лишен изъянов к примеру на результаты нашего эксперимента могут влиять всевозможные внешние факторы социальные политические экономические сезонность и другие таким образом мы можем подумать а как нам получить чистый эффект от нашего эксперимента как нам проверить нашу гипотезу в изоляции от всех остальных внешних факторов и именно здесь на помощь приходит оба тестирования по сути оба тестирования это один из лучших подходов который позволяет оценить чистый эффект от нашего воздействия от нашей инициативы от нашего обновления кого-то в изоляции от всех внешних факторов которые к пилоту не имеют никакого отношения но понятное дело что оба тестирование не лишено ряда проблем проблем на самом деле очень много но идей на их я бы подсветил в контексте двух классов это технические проблемы и бизнесовые индустриальные по техническими проблемами можно подразумевать пересечение экспериментов недостаточная чувствительность метрик а также неудовлетворительной корректность и мощность наших алгоритмов то бишь другими словами высокие ошибки первого второго рода но по моему мнению эти проблемы они не первичные гораздо более важные проблемы бизнесовые гораздо большая проблема это наладить коммуникацию с бизнесом и действительно донести что все гипотезы все эксперименты желательно проводить если это возможно посредством або тестирования посредством корректного або тестирования почему эта проблема до активного внедрения або тестирования в индустрию применялись разные подходы какие-то более точные киний какие-то менее точные но самый базовый примитивный подход о котором я чуть ранее сказал это сравнение метрики до после и в этом случае возникает определенный консерватизм то что мы привыкли считать одним образом и теперь к нам приходит кто-то и говорит что нужно считать иным образом процесс перестройки и внедрение новых подходов в индустрию он всегда не очень быстро и на это нужно время або тестирование не исключение нужно доказать нужно найти общий язык бизнесом и доказать техническим доказать не техническим специалистам что те подходы которые используются использовались ранее они не идеальны и нужно посматривать в сторону оба тестирования и понять что это наиболее хороший подход к тому чтобы проверять гипотезы при этом даже если мы сумеем каким-то образом доказать что оба тестирование актуально ценного важно то у бизнеса могут возникнуть соблазны не совсем как не совсем корректно интерпретировать результаты по тестированию и в частности в течение эксперимента они могут подсматривать так называемый пикинг обли может возникать плюс если точечная оценка нашего эксперимента положительная то допустим один процент два процента то это на самом деле никаких гарантий не дают что эффект статистически значим нужно построить доверительный интервал нужно посчитать и value от статистического теста и таким образом понять действительно ли наш эффект статистически значим или нет и нужно определенную работу провести чтобы бизнес сумел корректно и правильно интерпретировать результаты оба тестов и правильно их контролировать и мониторить и не делать выводов раньше времени безусловно эта работа очень активно ведется и в целом за последние года индустрия сделала большие шаги вперед в этом направлении и бизнес действительно начинает понимать ценность важность актуальность оба тестирования вот и все-таки я бы хотел сказать что именно бизнесовые проблемы они первичные они технические потому что если мы будем иметь сколь угодно идеальную систему оба тестирования но если мы предварительно не разрушим стену консерватизма которая плотником стоит между техническими специалистами экспертами в оба тестировании и бизнесом то просто эту экспертизу невозможно будет применить невозможно будет внедрить поэтому первично сломать стену консерватизма и вторично уже думать над тем как решать технические проблемы как увеличивать чувствительность метрик как снижать ошибки первого второго рода так контролировать пересекающиеся эксперименты безусловно в 2021 году этот тренд позитивный сохраняется бизнес все более и более начинает верить нам и стена рушится и это не только наша заслуга хотя конечно мы бьем в одну точку и стена начинает трещать и трещит уже конкретно также здесь заслуга и определенных внешних источников в частности это различными этапы конференции доклады которые из года в год особенно в последние года очень активно освещаются и в 2021 году в частности было проведено достаточное количество конференций метапов посвященные оба тестированию и мне бы хотелось все таки если мы говорим про просвещение указать ряд материалов которые в 2021 году на мой взгляд были очень интересные очень актуальны и затрагивали животрепещущие темы оба тестирования во первых это метап который был устроен коллегами из эксперимент fest и delivery club в рамках которого было четыре доклада очень интересных которые освещали такие темы как ранговые критерии частности мана уитни switchback эксперименты также был интересный доклад про то как пискать точки роста в продуктах тоже очень насущная тема и про то как убедиться что выбраны статистические критерии действительно легитимен и что его можно использовать в оценке экспериментов также доклад был очень интересный от ивана максимова из delivery club про то какие существуют способы ускорения оба тестов помимо кипида естественно есть там более бизнесовые какие-то нюансы помимо фактических подходов к увеличению чувствительности также затронуты темы как правильно дизайн эти эксперименты что делать с множественным тестированием вот и также были затронуты нюансы именно механизма слоев и как проводить параллельные и пересекающиеся оба тесты отсылка соответственно к статье гугла десятилетней давности про механизм слоев также в последние в последние месяцы в начале декабря мы были обрадованы так сказать докладом вагна миносиана про ускорение по тестов линейными методами доклад базируется на статье о которой я чуть позже тоже обязательно упомянул и не могу также не упомянуть по два вебинара анатолия карпова которые также в этом году вышли которые освещают тоже очень важные темы эта тема пикинг проблем почему нельзя подглядывать и ежедневно еженедельно подсматривать за и value и как правильно дизайн эти эксперименты как считать достаточный объем выборки минимальный для того чтобы отловить ожидаемый эффект с фиксированными ошибками первого второго рода хорошо активное просвещение барьер рушится и мы действительно начинаем находить общий язык с бизнесом к нам прислушиваются наши экспертизы начинает цениться и бизнес все более и более готов к тому чтобы внедрять лучшие практики оба тестирования в реалии проведения экспериментов и что же мы с вами наблюдаем мы наблюдаем что бизнес не только понимает ценности важности оба тестов как таковых но и понимает что важно соблюдать жизненный цикл оба тестов нужно подходить правильно к планированию экспериментов нужно правильно развивать на группы не просто брать рандомные киты группы а возможно использовать более умные подходы метрические алгоритмы хэширование стратификацию и другие также очень важно проверять наши критерии выбранные на корректность и мощность чтобы убедиться что постфактум полученным результатом эксперимента действительно можно было верить а то если у нас ошибка первого рода 90 процентов то могут возникнуть определенные трудности при интерпретации результатов точнее интерпретация будет понятно но с валидностью результата могут возникнуть определенные вопросы также бизнес начинает все более и более понимать что нужно избегать picking problem не нужно подсматривать за экспериментами и не нужно делать выводы раньше времени а также все более и более понятно становится что не только нужно на конкретную точечную оценку эффекта смотреть но и также нужно провести дополнительную работу по оценке статистической значимости этого результата построить доверительный интервал провести стат тест посчитать пивелью и понять вот эти 2 процента на средний чек например или два процента на конверсию точно ли это статистически значимый эффект или это эффект в рамках случайного шума таким образом в частности в двадцать первом году бизнес по моим субъективным ощущениям стал более и более осознанно относиться ко всем этим вещам это видно и по x5 где раньше работал и по мтс где сейчас ответственно занимаюсь об а тестировании хорошо жизненный цикл осознанность к об а тестированию важность актуальность это все хорошо но теперь нужно предпринять какие-то активные действия пассивного созерцания и принятия недостаточно и сейчас все больше и больше компаний нацелены на то чтобы создавать удобные инструментарии который решал бы задача вы тестировали не просто в юбите ноутбуке условном какую-то портянку кода написать но сформировать полноценную оба платформу или какой-то удобный движок библиотеку которая бы покрывала который бы обладала всеми необходимыми внутри себя модулями которые бы отвечали за каждый этап жизненного цикла оба тестирования и решали бы все насущные проблемы и в 2021 году вот сразу отмечу что платформ оба тестирования в целом довольно много есть уже в разных крупных компаниях in-house оба платформы зарубежных в наших российских но что у нас с open source а что касается open source а до 2021 года не было ни одной адекватной оба платформы на самом деле но этот год нас порадовал платформа под названием growth book достаточно понятно дело что она далеко не идеальная но в целом это первая open source оба платформа которая позволяет решать определенные задачи оба тестирования и которая выйдет адекватно и работает адекватно она поддерживает разные источники данных такие как postgres mysql clickhouse биквери авиас афина google аналитика и другие также на текущий момент поддерживается четыре типа метрик четыре типа метрик при этом запускать эксперименты можно при помощи платформы как через и узор интерфейс визуальный так и через клиентские api которые предоставлены на нескольких языках программирования таких как питон пхп руби и другие вот и соответственно это уже очень здорово и что касается математики которая зашита в эту платформу то используются байсовские методы мы знаем что так или иначе в статистике два основных подхода это частотный и байсовский еще иногда выделяют фишеровский подход вот но все-таки два самых популярных это байсовский и частотные мы на самом деле привыкли больше оба тестирование жить в частотном подходе байсовская оба тестирование она не настолько популярна нежели там классическое вы тестирование но вот что интересно здесь под капотом зашиты именно байсовский методы они далеки от идеала частности под бинарные бинарные метрики да нет 01 у у нас в качестве априорного распределения берется бета-биномиальное распределение вот что на самом деле вызывает определенные вопросы но фундамент положен 1800 звезд на гитхабе с весны набрано и определенные какие-то задачи оба тестирования эта платформа может решать и визуально она тоже в целом достаточно неплохо так что можно изучить довольно хорошая документация код на гитхабе доступен поэтому всем рекомендую ознакомиться очень хороший инструмент и я бы сказал прорыв в обе open source что у нас по статьям понятное дело что из года в год достаточно много статей публикуются касающиеся оценки эффектов оба тестирования прикладной статистики но я бы хотел акцентировать внимание на одной из последних статей которые написали наши коллеги из x5 как раз таки на именно на этой статье базируется доклад вагнами нася на и тут не тут я искал безусловно очень хорошие аналитические выкладки очень хорошо раскрыт аппарат линейной регрессии частности линейной регрессии на остатках на полуостатках проведен сравнительный анализ различных линейных и нелинейных подходах к повышению чувствительности метрик но я бы именно хотел акцентировать внимание на том что здесь четко показано что всеми нам известный кипят на самом деле может давать смещенные результаты и четко указаны кейсы когда кипят дает смещенные результаты просто мы же с вами привыкли жить в парадигме что кипят не меняет ман ожидания уменьшать дисперсию но при этом на самом деле смещение все-таки может возникать и это одна из первых статей в которых это четко показано и наглядно продемонстрировано поэтому всем любителям тематики рекомендую ознакомиться и также всем любителям математической схоластики тоже крайне рекомендую потому что аналитические выкладки очень строгие очень корректные и и безусловно не могу не отметить то что двадцать первом году вышла книга рона кохове в нашем русском переводе соответственно в двадцатом году вышел оригинал и в двадцать первом году вышел русский перевод правда с локализации доверительно об это стирование не совсем то как планировалось это по-английски назвать но тем не менее перевод очень хорошие книга написана простым и понятным языком не только для технических специалистов но для всех кто хотел бы ознакомиться и понять основные тонкости и нюансы об а тестировании книга рассчитана довольно широкую аудиторию и по сути это первая книга которая целиком и полностью посвящена в тестированию и написана на русском языке переведена точнее соответственно можно назвать тоже определенным прорывом года в оба тестирования хорошо двадцать первый год выдался довольно неплохим для нашей области а что мы ожидаем от 22 года какие у нас надежды планы во что мы верим чего мы хотим добиться опять же выру выражу субъективную точку зрения думаю что люди определенные некоторые как минимум точно будут со мной солидарны во первых это продолжение просвещения сохранение образовательного тренда хочется видеть метапы доклады по оба тестирования по прикладной статистике хочется чтобы коллеги из разных компаний делились свои экспертизы и помогали друг другу решать насущные проблемы улучшать текущие подходы и расширять экспертизу на всю индустрию и соответственно это будет влечь все большую и большую все больше и больше успех в разломе барьера между нами бизнесом и успешном взаимодействии и сотрудничестве также очень хочется видеть активное какие-то активные действия в разработке инструментариев библиотек платформ движков если будет open source вообще шикарно были очень рады и также очень хотелось бы все таки не просто метапов инструментариев а хотелось бы также теоретических изысканий потому что оба тестирования она базируется на прикладной статистике и хотелось бы все-таки research и исследований в этой области хотелось бы видеть изыскания в том как фундаментальный математический аппарат применяется и море как он может быть полезен в решении наших насущных проблем оба тестирования в чувствительности метрик в повышение корректности мощности критериев как возможно использовать другие подходы там допустим не не метрические подходы и не хэширование к подбору а другие подходы и возможно они будут более хорошие этого мы доподлинно пока не знаем а вдруг как можно синтетический контроль генерировать как можно использовать другие вообще подходы какие-то к проведению оба тестирования было бы очень интересно и здорово видеть изыскания в применении различных областей математики к оба тестирования на этом короткие итоги 21 года под подошли к концу спасибо всем за внимание и пользуясь случаем хотел бы поздравить всех с наступающим новым годом не буду желать счастье денег здоровья и так далее этого вам все могут пожелать и без меня я бы хотел пожелать вам в первую очередь несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране в мире не унывать продолжать развиваться расти технически профессионально заниматься изысканиями теоретическими практическими и создать реализовывать свои творческие потенции тех областях в которых вы больше всего этого хотите либо в тех которых вы сейчас работаете либо в тех куда вы хотите перейти но всем желаю использовать все свои навыки умения для того чтобы делать что-то полезное и приносить обильный плод и тем самым способствовать развитию индустрии ведь только таким образом мы сможем поменять этот мир с наступающим новым годом спасибо абсолютно всем кто участвовал в спикерах и в субботу на дата елки и сейчас кто подготовил эти замечательные видосы с итогами года сейчас небольшое пост пост скрипту с волшебным переключением кадра где я еще немножко покажу и подсвечу всякие прикольные ништячки которые мы подготовили на новый год вот собственно лучшие треки которые выбрали вы раунд оваций этим лучшим треком ну и автоматически их лучшим организатором обязательно заходите просматривайте там море супер годного контента ну раз пошла такая пьянка то вот не виде списка а виде более понятных видосиков которые можно посмотреть мы для вас сделали такую подборочку на новый год будете сочевать и тупить на праздниках найдите время тут наверняка будет что-то очень интересно и возможно даже супер полезное конкретно для вас мы уж тут не инфо цыганчиной занимаемся чтобы прятать доклады под паеволом не наоборот мы это все затеиваем с тем чтобы лучшие материалы от лучших авторов становились все более и более общедоступными и набирали известность так что залетайте в этот плейлист смотрите эти видосики и кстати смотрите и другие видосики потому что очень много еще видосов супер крутых есть также на одесс и были сделаны нашими авторами в этом году здесь вы можете видеть еще раз уже озвученных замечательных победителей с наибольшим прогрессом соревнованиях в двадцать первом году тоже все кто попадает в зал славы их прям чисто на характере тащили соревнования в двадцать первом году что же до менторов вот мы собрали и истории с менторами я думаю тут можно просто всем поаплодировать тем кто бескорыстно развивает и окружающих и все сообщество в целом это замечательные менторы вот авторы лучших статей заходите на хаббр вот и не знаю налейте купите что-нибудь классное если вдруг вы увидитесь живьем с этими авторами статей но про организаторов контрибьюторов и проекты мы продлеваем номинацию на авторов лучших проектов и и авторов лучших проектов их организаторов и лучших контрибьюторов мы наградим на днюхе одесс следующего года которая впервые вроде как пройдет в тот же день что было днюха вот в пятнадцатом году нам будет 7 годиков и 12 марта мы проведем и награждение и еще много всего но до 12 марта у нас 12 февраля стартует сезон курсов а подводочкой к этому сезону курсов будет зимняя школа одесс что такое зимняя школа одесс она будет как летняя школа вы можете подавать свои pet проекты и прям создавать какие-то новые прикольные штуки с машинным обучением вы можете подключаться к уже имеющимся крутым open source или open science или мл форс гэшным проектом вы можете врубаться и в рамках bootcamp проходить контентик который может быть очень 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 полезен как раз к началу сезона вы можете за заметить свои проекты в том числе и более научные у нас же как раз открылся одесс-лаб куда мы вас всех ждем заходите у нас как раз для одесс-лаба открыт хаб на одессе что ж я думаю я всех уже в край замучил с всеми этими планами таймлайнами и всем остальным поэтому все сильно проще заходите короче на одесс смотрите запоминайте когда у нас наши главные активности календарь у нас и так весь прошлый год был открыт на сайте datafest.ru но возможно возможно если его повесить еще и на одессе с меньшей вероятностью удастся что-то продолбать участвуйте в зимней школе она вот тут вот сразу же и и давайте с окончанием этого пост криптума наконец-то пойдем отдыхать на новогодние год был непростой но в этом году было сделано просто овер дофига все большие молодцы мы ждем вас в следующем году на этой позитивной ноте титры титры